Какое у вас общее сложилось впечатление о людях, которые руководили Советским Союзом? Ты знаешь, из всей этой конторы мне больше всего понравился Кравчук. Я тебе скажу почему. Я разговаривал с Рыжковым, с Лигачевым, и понравился мне еще Болдин Бакланов. Он сказал, на кой я хрен влез в это говно, зачем мне было это нужно. Я инженер, я в ВПК курировал. Да-да-да-да. Зачем мне было это нужно? Этот алкоголик Павлов. И в общем, такое впечатление, что это была группа, ни к чему не способных, не способных к действию людям. Они все языком. Я говорю, зачем вы поехали в Форос? Вы же понимали, что Горбачева вы не уберете. Если бы вы приехали, утопили Горбачева, это одно. Если бы вы арестовали Ельцина, это другое. Но вы что сказали? Альфа лежала под окном, под балконом у Ельцина. А чего же она его не взяла? Политбюро так порешил. А-а-а. Ну так что же вы хотите? Теперь, когда посадили всех, или посадят всех, то что же будет дальше? Кравчук оказался помасштабнее, правда? И по подготовленнее. Я тебе скажу, что Кравчук нам сказал. Он сказал, понимаете, хлопцы, не дивиться назад, дивиться в ПРЭТ. Я говорю, в каком смысле? Ну вот, Горбачев. Ну что такое табун лошадей? Который несется в пропасть. Советский Союз. В пропасть. Что делает табунщик? Выбирает самого мощного, сильного, сильную лошадь. Садится на нее. Обгоняет весь табун. И уводит от пропасти табун. А что сделал Горбачев? Он ухватился за хвост последней лошади. И вместе с табуном упал в обрыв. Разбился. Нет его. Вот и все. И вот, ты знаешь, анализируя вот эти все события, отталкиваясь от того, что я как-то каким-то, я кто скажет, каким-то боком с ними общался, может, они раньше и не общались бы со мной. Но, ты понимаешь, анализируя все то, что они мне говорили, не было там ни мысли, ни лидера, они шли по течению. Вот как идет, так идет. И только один Кравчук, подписывая Беловежское соглашение... Знал, что он делает. Ты абсолютно прав. Знал, что он делает. Он понимал. Еще немножко, и запылает Украина. Почему? Уже пылали многие республики. Уже пролилась кровь. От Горбачева бегут, как от зачемленного, понимаешь? Потому что история... Фильм «Князь тьмы», я называю это «История Иуды». Понимаешь, какая-то печать проклятия лежит на этом человеке. Потому что он приехал на Украину, в Киев, взорвался реактор. Поехал в Китай, 3000 студентов восстали, их передавили танками. Тяньан Мэнь, да. Да. И Кравчук понял, что еще секунда... Да, конечно, репутация его... Но он наплевал на это дело. Ему надо было спасать Украину. И он ее выхватил. Успел выхватить. Потому что, если бы он ее не выхватил, а вот так все шло, как в тех республиках, наверняка тут все бы перевернулось. И он пошел. Понимаете, я думаю, что настанет какое-то время, и поколение еще проанализирует вот этот поступок беловежский. Я так думаю. Я думаю, что ему еще поставят памятник. Потому что спасти то, что еще можно было спасти, а он в эту секунду не думал о своей репутации, бывший член политбюро, представитель Верховного Света. Он думал о Украине. Я с Корчаком водку не пью, он не мой родственник. Но анализируя эту ситуацию, как режиссер, я анализирую вот этот сценарий, который разложился. Я думаю, что он принял правильно.